Здравствуйте! В эфире программа «День города» в студии Марии Рудая. Коротко о главных темах выпуска. Очередной провал асфальта в центре города. Ямы стали визитной карточкой областного центра. В древний город рязанские археологи обнаружили уникальную находку. Лемуры, гамадрилы и громки жуфруа. Рязанцы могут познакомиться с экзотическими животными. И снова дорожная проблема. Главной темой наших сюжетов в очередной раз стал провал асфальта. На этот раз на улице Пожалостино напротив входа в Академию ФСИН огромная яма. Водители ее объезжают по встречке. Аварии удается сбежать только благодаря тому, что улица не сильно загружена транспортным потоком. Куча мусора и грязь. Скорее всего, этот провал появился еще весной, но его так и не заделали. Оставить авто пока можно бесплатно, поэтому Пожалостино забито машинами. Из-за парковки, которая занимает значительную территорию, проезжие части проехать здесь сложно. Яма – практически местная достопримечательность. Самая глубокая из всех имеющихся на Пожалостино. Провал образовался давно, но его даже не потрудились засыпать щебнем. После дождя в нем собирается грязь. Злоупотребляющие табачными изделиями используют яму-какурну. На этом участке улицы планируется провести ремонт. 700 метров дорожного полотна приведут в порядок. Остается только надеяться, что он начнется до того, как яма станет еще больше. Дина Исляева, Олег Парамзин, телекомпания «Город». В продолжение дорожной темы, но на сей раз новость порадует автолюбителей. В середине августа в Рязани достроят дорогу, соединяющую Рыбное и М5. Такие сообщения появились в интернет-СМИ. Ссылаясь на представителей Министерства транспорта, говорится о том, что магистраль значительно увеличит пропускную способность. Она соединит улицу Большую и федеральную трассу М5 Урал. Дорога будет четырехполосной, ее протяженность более километра. Срок окончания работ 25 августа. Травматичные развлечения опасны ли на первый взгляд безобидные и так любимые детьми батуты? Этим вопросом задавались, пожалуй, хоть раз все родители, приводя своих малышей в парк развлечений. И как показывает практика, не зря. По данным следствия, днем 3 июня этого года, пятилетняя девочка в присутствии своей бабушки, играя на надувном батуте, который в этот день был привезен и установлен индивидуальным предпринимателем в деревне Листвянка Рязанского района, упала с аттракциона и получила телесные повреждения. Как установлено следователями, батут не отвечал требованиям безопасности, поскольку он не был оборудован специальным ограждением, а также ударопоглощающим покрытием. Кроме того, у батута была повреждена защитная сетка игровой площадки. Уникальная находка для археологов в районе Рязанского Кремля на Вознесенском роскопе обнаружили перекресток старых улиц. Мостовую и заборы усадеб датируют предположительно концом 15-го, началом 16-го веков. Подробнее в сюжете Дины Исляевой. Одна из улиц предположительно вела Ковиденской башни, в честь которой назван роскоп. Дерево, дуб, но пока в плохом состоянии. На анализы такие образцы отправить нельзя. Но археологи надеются, что дальше находки будут лучшего качества. Сейчас можно сказать, что на этой улице домов зажиточных рязанцев скорее всего не было. Все предметы быта – простые, керамика, кости, глина, свистулька и лодочка, вырезанные из дерева первые детские игрушки, найденные в этом сезоне. Хранят лодочку в емкости с водой. Дерево на воздухе начинает разрушаться. Поэтому мы сначала держим в воде, потом немножко обсушиваем и кладем в морозильную камеру. Оно вмерзает в течение нескольких лет, теряет воду, становится сухим, и тогда его можно экспонировать. Некоторые кувшины археологам удается собрать по частям. Уникальная находка – изразец с птицей Сириным, предположительно, конца 16-го, начала 17-го века. Не исключено, что был изготовлен в Рязани. Прямо во время съемок студенты нашли еще один уникальный элемент – часть керамического рукомойника. Можно сказать, что с помощью этой находки, чем они умывались, как это выглядело примерно, какой был быт у людей. В основном мы находили керамику 17-го, где-то 16-го века. Вот сейчас мы перешли на пласт 15-го века. Различные кости животных находили. Были индивидуальные находки, но их я не находила. Вот это первая только находка рукомойника как раз. На этом роскопе работы идут уже третий год, пока сняты полтора метра грунта. Самые интересные находки, рассказывают археологи впереди. Чем глубже слой, тем больше вероятность, что он не затронут коммуникациями, и в нем сохранились предметы старины. Археологи называют себя создателями машины времени. На роскопе только один шаг отделяет 21-й век от 15-го, и никогда не знаешь, какие сюрпризы приготовила прошлое. Дина Ислева, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Копейка рубль бережет. Разбить копилки и обменять мелочь на банкноты предлагают рязанцам банки. В Центральном федеральном округе с 9 по 15 июля проходит неделя мелочи. По статистике, на каждого жителя страны приходится в среднем 440 монет. Это деньги, которые лежат мертвым грузом. Между тем, в кредитных учреждениях не хватает монет для расчетов. Выпускать новые слишком затратно. Почему нужно менять мелочь именно сейчас, узнала Дина Исляева. В начале акции, когда мелочь меняли на памятные 100-рублевые банкноты, посвященные чемпионату мира по футболу, в банке была очередь. Теперь все утихло. Елена пришла с несколькими пакетами, собрала в доме деньги, от которых одни хлопоты. Дома накопилось много мелочи. А с собой обычно не берешь магазин, потому что кошелек рвется, там то неудобно. Поэтому собрала всю мелочь у всей семьи и решила ее сдать. И мне хорошо, и государству, и удобно. В банке нужно заполнить специальные заявления, а монеты в кассы просят приносить уже отсортированные по номиналу. Обмен один к одному, но это только во время акции. Во многих банках обычно за такую операцию взимают комиссию порядка 5%. Здравствуйте. Хотела поменять мелочь. Жители региона просят сдать мелочь в банке не случайно. Мелких монет катастрофически не хватает магазинам и другим организациям, ведущим наличный расчет. Ежегодно в России в обращении находится более 60 миллионов монет. В обороте от четверти до половины выпущенных монет номиналом 1 рубль и лишь всего несколько процентов 10 копеечных. Стоимость производства одной единицы мелочи 10-20 раз дороже, чем номинал. Поэтому, чтобы сэкономить бюджетные деньги, деньги страны, и чтобы мы не сталкивались с проблемой, когда нам не могут дать сдачи, Центральный банк вместе с кредитными организациями при поддержке правительства сделал такую акцию недели мелочи. В Центробанке надеются, что после этой акции кредитные учреждения увидят, сколько людей пришли сдавать мелочь и отменят комиссию на эту операцию. Дина Ислеева, Олег Парамзин, телекомпания «Город». 1 июля рязанская семья отправилась в далекое путешествие на своей машине. Они решили объехать всю Россию на Газели от Рязани до Дальнего Востока. Колесят по стране путешественники более месяца. Мы связались с семьей Невинских по скайпу и узнали, какие приключения их ожидали в пути. Напомним, в необычное путешествие в стиле ванлайф отправились Юлия, Кирилл, два их сына Данилы, Платон и лучший друг собака Эля. Они уже побывали в Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске и Омске. Проехали 6,5 тысяч километров. На момент нашего общения по скайпу семья Невинских находилась в Новосибирске. Дальше у нас по плану это Алтай. Ну, какие впечатления только замечательные на самом деле. Путешествие у нас только начинается. И хотя, ну, вроде бы как звучит долго, много, там целый месяц проехали мы на самом деле не так много. Порядка 6,5, наверное, тысяч километров. Ну вот. Но на самом деле, опять же, повторюсь, это только начало. Потому что дальше Алтай, дальше Байкал, дальше Бурятия, дальше Дальний Восток. Это настоящий дом на колесах. К путешествию Юлия и Кирилл готовились заранее. Машину спроектировал Кирилл. Здесь предусмотрели все. Душ, кухонная зона, раскладные кровати. Сложно поверить, но все это действительно вместилось в одну газель. Семья из четырех человек может вполне комфортно жить на протяжении длительного времени. Главное опасение было в том, как перенесет поездку младший сын Платон, которому чуть больше года. Платон просто прекрасно. Он почти большую часть времени находится на свежем воздухе, познает природу, купается. Ну, в общем, ему все здорово. Хочет спать, лезет в свое автокресло и говорит, давайте родители везите уже меня дальше. Я хочу поспать и оказаться в другом месте где-нибудь. Запомнится путешествие и старшему сыну Даниилу. Он говорит, понравилось всем. Лето рядом с семьей на свежем воздухе. О чем еще могут мечтать мальчишки? Из особых таких, там, на озере Турганай мы, когда... Тургая. Ой, Тургая. Отдыхали, потом, национальный парк Таганай. Что еще? Еще сегодня в зоопарке были в Новосибирске. Да. Очень классный зоопарк. Из зоны комфорта ребята, как и хотели, вышли. По словам Кирилла, месяц пролетел незаметно и самое интересное еще впереди. Ведь путешествие только начинается. Мы договорились выйти на связь с семьей Невинских еще через месяц и узнать, что нового произошло в их жизни. Мария Рудая, Олег Парамзин, Станислав Кудряшов, Юлия Пятницкого. Телекомпания «Город». Более двухсот редких экзотических животных могут увидеть рязанцы, посетив выставку зоопарка Зоулэнд. Познакомиться с человекообразной обезьяной, поговорить с попугаем породы ара и понаблюдать за крокодилом. Все это возможно сделать в торговом центре «Премьер» на третьем этаже. Подробности далее в сюжете. Знакомьтесь, это белорукий гибон Валя, человекообразная обезьяна. Валя 4 года, она как гостеприимная хозяйка встречает всех на входе. Если забыть о том, что зоулэнд расположен в современном торговом центре, здесь ощущение полной причастности к дикой природе. Невероятные по красоте экзотические животные, которых вряд ли встречишь даже в заграничной поездке. Например, обезьяна игрунка жуфруа обитает лишь на одном континенте земного шара в Бразилии. Каждое животное здесь уникально, все виды редкие. Рептилии, приматы, попугаи, попугаи. Вот это вот малыш, малукский кокоду малыш. Он у нас очень общительный, любит, когда подсетители подходят, гладят его, он с ними общается. Также у нас представлены обезьяны. Гамадрил есть Ростислав Максимович, который родился у нас в зоопарке, ему уже 15 лет. Зоулэнд колесит по стране со времен Советского Союза. Здесь пополнялось потомство. Совсем недавно в семье помаринов появились детеныши. А вот это совсем уникальный случай. Бурый капуцин Фима совсем молодой, ему всего три года, но он уже освоил современные гаджеты. Отправить смс и поставить лайк для него проще простого. Мадрил тоже очень редкий вид обезьян. И он представлен в зоулэнд. Есть здесь и уникальные рептилии. Фигровый капитон альбинос, зовут альбина. Хладнокровная рептилия, питается теплокровными. У нас она кушает крысок. Вот вес у нее сейчас почти около 20 килограмм на мне. Она еще вырастет, вырастают они до 8-9 метров. Еще один редкий вид животных – толстохвостый галага. Ночной зверек Матильда чудом вышла к нам днем. Отдельное внимание стоит обратить на попугаев. Невероятные по красоте птицы. Туканы, какаду, ара. Выставку зоопарк рязанцы уже успели посетить. Некоторые приходят не в первый раз, чтобы пообщаться с уникальными животными. Это обезьян, который вот так быстро бегал, как угорелый цикк показывал. Нам очень понравилось. Я вообще впечатлена гамадрилом. Мы от него не отходили раз в 8, к нему, наверное, и подходили. Да, сынок? Очень здорово, что организовали такую выставку, и что, в общем-то, мы можем увидеть столь редких животных. Еще один речейший вид рептилии – это водные черепахи, мата-мата и грифовая. Они тоже представлены в Зоуленд. Лемуры, гамадрилы, мартышки самых разных видов. Теплокровные и хладнокровные животные ждут встречи с вами в торговом центре «Премьер» на третьем этаже с 10 до 20 часов ежедневно. Зоуленд будет работать в Рязани до 2 сентября. Мария Руда и Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.tv и в социальных сетях. А я на этом с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера. До встречи в эфире телекомпании «Город». Мама спит, она устала, в пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом, всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас, заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. 15 минут их езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из четырех прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru Природа ближе, чем вы думаете. Коттеджный поселок Дубровка. Всего 10 минут от города. Телефон 525354. Коттеджный поселок Дубровка. Субтитры создавал DimaTorzok